Доброе утро, дорогие коллеги! Вот с этого глубокомысленного «да» и мы и начинаем утренний обзор начала дня, с которым сегодня у нас в гостях наш коллега из города Краснодара, Альберт Бурага. Альберт, приветствуем вас! Приветствую еще раз, Игорь Николаевич, приветствую, друзья! Рад всех, как говорится, видеть и слышать на нашем дружном Ютро-ТВ, на таком замечательном канале, где мы все можем делиться своими мнениями, общать лениями о рынке, ну и вообще даже иногда по жизни, о том, как мы живем. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас по рынку, и отсюда уже будем отталкиваться и смотреть, что дальше мы можем предпринять. Ну и, кстати, учитывая, что сегодня четверг, можем подвести какие-то краткосрочные итоги недели. Тем более, что для нас, трейдеров, которые ориентируются на американские опционы, можно сказать, неделя, в принципе, уже закончилась, поскольку день благодарения, как уже было сказано, обычно биржи закрываются, то есть или не работают, или в половину работают. Вот, раньше, в прошлые годы даже не выходили отчеты по опционной торговле, то есть у нас это был дополнительный выходной, который мы, в общем-то, использовали как выходной для себя. Поэтому сегодня, завтра, ну и обычные выходные, это четыре дня, скорее всего, у нас будут праздники. Ну ладно, давайте, поехали. Так, трансляцию я запустил. Смотрим, что у нас на рынке Форекс, да? Начинаем с него по классике. Так, рисовалку я тоже свою запустил. Все, здорово, готово. Поехали. Итак, пара евро-доллар. Значит, тут нужно немножко откатиться назад на несколько дней, чтобы понять, какая ситуация у нас происходит. Итак, 14 ноября у нас был стандартный сигнал buy по индикатору strike. И тут же говорю, что индикатор strike и SIP можно бесплатно скачать. Ссылочку я потом дам после эфира, пожалуйста. Так, повтор, дублирование этого сигнала у нас был 15 ноября buy тоже, да? Отлично. После чего мы пробежали сколько? Ну, стандартный сигнал примерно с пунктов 100 по паре евро-доллар. Закрывался я на недельном уровне. И маленький-маленький лотик, совсем такой мулипусенький, держу до красного балансового уровня. 250 пунктов хочу, очень хочу получить. Для удовлетворения, как говорится, собственной души. Дальше. Был еще третий сигнал на buy, который был 19 ноября. И он, в принципе, выстрелил на 50 пунктов, но потом откатился. А по правилам, если мы прошли 50 пунктов по сигналу, можем перевести без убыток, что было сделано. И, в общем-то, мы закрывались, как говорится, есть по рынку, по нашим отложным ноября. Все. Итак, значит, в результате маленький плюс есть по входу от 14 ноября. Маленький лотик мы еще держим. Здорово. Сегодня, ну, в принципе, я вот сегодня уже рынок смотрел с ребятами. Рынок, конечно, такой тухлый и вялый. Ничего интересного здесь практически нет. Наверное, все-таки американцы уже потихоньку уходят на выходные, как я и предполагал. Следовательно, сильный уровень на отметке 13.73 все еще у нас остается. Здесь у нас были отбой, коррекции. Это, кстати, уровень совпадает с недельным уровнем прошлой недели, что тоже показательно. Вот. Ну и, кстати, недельный уровень этой недели вот тоже мы сегодня смотрели. Это у нас отметочка получается 1.13.52. С одной стороны, вроде бы мы ее не добежали, там, 5 пунктов. Но, с другой стороны, по нашим правилам о 10-процентном недолете до цели от максимального отклонения, смотрим максимальное отклонение, 120 пунктов примерно, 10%, это у нас 12 пунктов, да. А мы не долетели 8. То есть, в принципе, мы вложились в наш расчет о 10-процентном недолете и можем считать этот уровень отработанным. Все. То есть на этой неделе цена выполнила то, что мы от нее ожидали. И теперь может, в общем-то, спокойненько пойти дальше на красный балансовый уровень с отметкой 1.15.32, друзья. Вот такой, в общем-то, у нас расклад получается по паре евро-доллар. Придем на красный балансовый уровень. Здесь у нас, как всегда, отскоки, отбой, коррекция. Это, в общем-то, уже все знают. Поэтому 15, 20, 25 пунктов можно спокойно себе здесь положить на карман. Так, по импульсной системе я сегодня, друзья, рассказывать не буду, поскольку вчера я был в отъезде и сегодня ее еще все не настроил. Поэтому сегодня мы будем работать по стандартным индикаторам, ну и потом посмотрим срочный рынок тоже. По новостному фону не ленимся нажимать кнопочку «News» внизу и смотрим, что нас сегодня, в принципе, что ожидает. 14.30, публикация протокола заседания ЕЦБ, да. Будем иметь это в виду и в это время будем очень аккуратны. Хотя, я думаю, что большой такой активности у нас, скорее всего, не будет. Фунт. Фунт, смотрим, что у нас по фунту. Ну, фунт вообще на этой неделе красавчик. Он умудрился раз в 15 долбануться об недельный уровень. Смотрим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. Вот, семь ударов, выше не пустили. Отлично. Ну, во-первых, уровень отработан здорово, как и на прошлой неделе тоже, да, у нас все отработано. А во-вторых, кто хотел работать на отскок 15-20 пунктов себе, тоже на кассу положил. Отлично. Больше сигналов у нас, кстати, по фунту не было. Сейчас давайте гляну еще. Новые индикаторы, которые мы сейчас планируем уже запускать. Вот они нам уже рисуют, прям, где у нас были уровни сильные. Ну, в этом промежутке я пока ничего не вижу, да. Вот. То есть фунт идет в боковике, друзья. Такой широкий, размашистый боковик, флет, как это обычно любят делать фунт. 150 пунктов, в общем-то, размах такого нашего флета. Все. То есть что здесь можно увидеть, допустим, на сегодня, ну, сегодня-завтра? Что может быть? Если в случае покатимся дальше вниз, дойдем до нижней границы канала хеджеров. 1.26.56, да, отметочка. Ну, коррекция у нас будет. Те же самые 20 пунктов можно взять точно. Ну, а по поводу паттерна отбоя от границы канала. Вот, кстати, по паттернам индикатора СИП я рассказывал на открытом вебинаре, который был во вторник. Кто не был, посмотрите. Ну, я тоже ссылочку скину, наверное, сегодня в чате на Ютро и ТВ. Посмотрите. Вот. Здесь можно будет, в общем-то, немножечко заработать. Поход вверх пока, мне кажется, маловероятным. Очень маловероятным. Я его даже не рассматриваю. Вот. Тем более, что у нас на пути еще вот наш недельный уровень, который пока цену точно не пускает. То есть для начала хотя бы пробить отметку 1.28.73, потом здесь как-то закрепиться и уже потом что-то там о себе думать. Вот. Не раньше. И все это, кстати, я думаю, будет не раньше понедельника, кстати, вот по времени. Если оно будет. Так. Австралийский доллар. На этой неделе, в общем-то, была у него, на прошлой неделе, простите, в конце попытка отстрелиться, отбиться от красного балансового уровня. То есть была новостная свеча. Одна, вторая, попытка, неудача, гэп и опять возврат к красному балансовому уровню. Все, в общем-то, кто хотел, здесь тоже, видим, отскок есть. Отскок есть неплохой. Кто хотел, тот заработал. Вот, кто не хотел, тот просто-напросто постоял в стороне. Так. Дальше. Отбой от сильного уровня. Но мы его, честно говоря, на него не попали, поскольку отбой состоялся в полночь, а мы уровни получаем в 9 утра. Ну, есть такая особенность. Поэтому просто отметили его себе как сильно и ждем возможного следующего подхода, чтобы еще раз от него отбиться. Вот. А пока цена вернулась все-таки на красный балансовый уровень. И весь этот месяц практически мы на нем и топчемся. Вот. А еще раз напомню, что это уровень, который устраивает абсолютно всех продавцов и покупателей, как фьючерсов, так и опционов по данному инструменту. Вот. Такой уровень, в общем-то, удалось вычислить путем многих-многих манипуляций и экспериментов в свое время. Так, по индикатору страйк наборы давайте пробежимся, глянем. Ну, я ничего не вижу. Да, ну, в общем, тоже по Австралиица пока все тишина. Окей, да, сильные уровни чисто такие, скажем так, формальные. Сверху 0.72.98, снизу 0.7194. Очень формальные, друзья. Все-таки пока мы на красном балансовом уровне. Вот здесь вот и будем пока болтаться. Канадский доллар. Ну, канадский доллар нас, во-первых, чем порадовал. Об этом я уже говорил вчера. У нас отработала конструкция или паттерн, можно так сказать, наш любимый. Это мы называем его с коллегами песочные часы, который был в конце прошлого месяца. А, 3 октября даже, в начале прошлого месяца, простите. По данной конструкции, кстати, я о ней рассказывал тоже на вебинаре во вторник. Посмотрите, будет интересно, как ее строить, как рассчитывать входы. Ну, расчет был самый, кстати, простой. То есть, первое, дожидаемся подхода цены к уровню 2. Да, потом ждем коррекцию на наш уровень, вот этот вот коррекционный. И от него уже входим на покупку до уровня 3. Входим на покупку до уровня 3. И, в принципе, мы ее достигаем. Вот вы видите, да. То есть, вот этот весь, вся эта движуха, в принципе, была нами заранее просчитана. Ну, с очень большой долей вероятности была выполнима. 280 пунктов. Причем, заметьте, как интересно получается, что мы ее, в общем-то, отработали фактически 14 ноября не так давно, да, 15-го. А заложена вся эта конструкция, вся эта цель была еще аж 4 октября. Вот такие вещи мне очень нравятся, которые строятся на индикаторе SIF, индикаторе спроса и предложения. Потому что индикатор работает действительно по живым деньгам, по перетокам денег между страйками, между опционами. Вот, то есть, это не, скажем так, не накопительные стандартные объемы, которые могут быть как действительно полезны, да, нам. Вот, а также они еще бывают накопительные, которые просто, в свою очередь, являются спекулятивными. А спекулятивные объемы, они малоинформативны. Вот, но это, честно говоря, мое мнение, я никому его не навязываю. Я просто показываю отработку именно своих сигналов. Дальше. На этой неделе еще у нас, простите, опять-таки, на той неделе у нас был сигнал по канадцу, по индикатору страйки, движение вверх. Правда, там еще было у нас правило, есть такое правило по данному сигналу, что если на третий день мы не идем в нужную для нас сторону, мы стараемся закрыться по безубытку, что, в общем-то, у нас и было. Вот, но также я во вторник сказал, друзья, все-таки по некоторым еще показателям я ожидаю движения вверх. Поэтому, кому депозит позволяет, маленьким лотиком подержите, и, скорее всего, мы куда-то выстрелим. Ну, в общем-то, это и получилось. Поэтому 120 пунктов, это стандартный, кстати, размах по данному сигналу. Мы его спокойненько себе положили на депозит. Ну, кто, конечно, мог. Не все, да, я об этом говорил. 120 пунктов, пожалуйста. Вот. Дальше. Сегодня тоже по индикатору страйк, кстати, я вот смотрю, смотрю, ну, какие-то объемы есть, но они недостаточные. А, нет, хотя вот это нормальный объем. Да, это нормальный объем. Вот. И это у нас, в общем-то, будет являться сильным уровнем на сегодня. Поэтому, если мы к нему сегодня подходим, у нас будет, опять-таки, некая болтанка, типа которой мы уже с вами наблюдали ранее, на прошлой, позапрошлой неделе. Вот. Итак, у нас есть два уровня, между которыми застряла наша цена. Один уровень, это красный балансовый, который цена любит. Да. Вот мы пока на нем болтаемся. И сверху достаточно сильный уровень на отметке 1.3249. Вот здесь тоже какая-то коррекция у нас должна быть. Мы ее будем ожидать. В общем-то, коррекции были всегда. И даже в последний раз, когда мы бежали вверх, вот здесь на шпильке у нас был небольшой отскок вниз. Поэтому здесь я тоже ожидаю сейчас небольшую коррекцию по этому сигналу. Вот. То есть, между этими уровнями 1.3249 и 1.3217 можно сегодня поработать. И переходим к швейцарскому франку. Швейцарский франк. Так. Значит, напоминаю еще раз, что держим позицию от 31 октября. Да. Это вход по системе, в принципе, по среднесрочной системе, или, как мы называем еще, консерва. Вот. Она описана в торговой системе ФОБ 2.0. Вот. И мы держим, держим, держим. Все еще держим на снижение. А потенциал хода у нас здесь просто огромный. Это красный балансовый уровень. Я, кстати, тоже об этом говорил на вебинаре. То есть, мы, в принципе, вправе рассчитывать на движение с диапазоном 500 пунктов по четвертому знаку. Ну, неплохо, да, постоять. Плюс у нас тут еще какая-то доливочка была. Pattern Open Close. Тоже мы скрывались. Вот. Ну, отбой от техно-балансового уровня. Здесь, конечно, произошел филигранно, но мы по нему не работали, потому что у нас было, скажем так, ограничения были по торговле. Вот. Сейчас о них не буду говорить. Это, в общем-то, отдельная просто тема. Но я об этом говорю. Поэтому приписать себе вот это движение в 200 пунктов на отбой от верхнего балансового уровня я ни в коем случае не могу. Вот. Ну, кто встал, тот встал. Молодец. Пока держите. Цели стандартные, кстати. Так, на сегодня по индикатору страйк все тихо-глухо, как в танке. Ничего я не вижу, поэтому ничего рекомендовать не буду. Ну, и вообще у нас франк пока в аутсайдерах. То есть старые позиции мы держим, новые пока стараемся не открывать, потому как он для нас непонятен все еще. Так, Йена. Йена красавец. Тоже, кстати, хороший был вход у нас. Такой среднесрочный. 12 ноября. И мы все еще эту конструкцию спокойненько держим. Вот. Цель тоже красный балансовый уровень. Где у нас? Вот он. С потенциалом хода 340 пунктов. Вот такие сделки. Они нас, собственно говоря, и кормят. Вот. Зашел 2-3 сделочки. Потихонечку держишь их. Не спешишь. И занимаешься своими любыми делами. Так. Отработка недельного уровня, кстати. Вот тоже. Давайте проверим. Вроде бы не долетел. Сколько тут пунктов? 6. Но с учетом максимального отклонения. 93 пункта. Значит, 9,3 пункта мы можем не добежать. Не добежали? Ну, те же самые 7 пунктов. То есть, вроде как мы его отработали. То есть, сюда больше мы не ждем движения цены. Так. Сверху есть недалеко, кстати. Верхний балансовый уровень. И он на расстоянии дневного движения данного инструмента. То есть, в общем-то, теоретически можем подскочить и также теоретически отскочить. Если все это произойдет, то у нас получается take profit. Take profit. Так. 280. 140 пунктов мы можем, в общем-то, рассчитывать. Да. Почему нет? Отлично. Вот. Ну, это давайте так понаблюдаем. Можно поставить сегодня здесь отложенный ордер. Это у нас получается 113.525 уровень. Вот. И от него можем пойти. Тем более, что мы уже стоим сверху. Еще доливочка нам не повредит. И получим еще там пунктов 250. К тем, на что мы рассчитываем уже с вами, друзья. Так. Хорошо. Это у нас были валюты, да? Так. Металл давайте быстренько. А металл у нас представлены золотом. Пока. Так. Тоже здесь такая ситуация. Значит, смотрим. Вход от 14 ноября, в общем-то, ну, часть мы закрыли с плюсом, да? Часть маленьким лотиком, я еще раз напоминаю, держим до красного балансового уровня. Вот почему? Ну, на это есть свои правила. Вот, с которыми, кстати, можно ознакомиться. Кому интересно, напишите мне. Я скину вам бесплатно видеоматериал по среднесрочной торговле. Там посмотрите и уже будете, в общем-то, ориентироваться в том, что я рассказываю. Поэтому цель 12.40 пока для меня все еще актуальна. Я еще держу и хочу забрать вот этот весь диапазон. Это 400 пунктов, друзья. Почему нет? Вот, да. Конечно, пока у меня еще был минус здесь небольшой. Тоже обращилось. Моя, как говорится, радость. Ну, потихоньку двигаемся. Пробиваем тоже сильный уровень на отметке 12.24. Вот его раз попытка была, два, три, еще раз отошли, пробили. Сейчас, в общем-то, сказать, что он пробит, не могу. Вот эта вот машинная возня, вот пилорама на этом уровне, мне, честно говоря, ну, не то, чтобы она меня расстраивает, ну, в общем, не радует, я бы так сказал. Ну, цели известны. В общем-то, стоп стоит у меня, так что спокойно. Ждем. На сегодня я здесь ничего не вижу. Не видел с утра, не вижу до сих пор. Индикатор strike молчит, как партизан, но балансовый уровень тоже далеко. Поэтому лишних движений сегодня не делаем. Позицию держим, друзья. Так, хорошо. Теперь можно перейти к срочному рынку и спокойненько посмотреть, что уже у нас там происходит на нашем российском срочном рынке. Так, индекс РТС. Так, цель 115.982 все еще в работе. Мы ее не отходили, поэтому пока держим. Так, должок, который у нас был, кстати, друзья, на отметке, я об этом тоже говорил, 109.87, получите, распишитесь. Мы его отработали, причем филигранно, вот вы видите, да, идеальная цена пришла. Причем при этом шла к этой цели, ломая абсолютно все. Красный балансовый, нижний балансовый. Все, бахнули. Отлично. Я как говорил, что если придем к нижнему, становимся от него вверх до верхней цели. Если вот с этого флета отработаем верхний, то от него становимся вниз. Вот, кто внимательно слушал мои обзоры, тот, я думаю, уже в принципе в плюсе, как минимум, вот на всю эту движуху. 325 пунктов. Оно, в принципе, так все и работает. За редким-редким исключением. Вот. Так, отбой от балансового уровня у нас здесь не работал, потому что мы пробивали красный, ну, мы открывались выше и шли через него. Поэтому никакого движения здесь у нас по входу не было. Так, на сегодня у нас что? Ну, как вариант, поход вверх, да, отработка уровня, отбой, все такое. Но что-то я сомневаюсь, что мы это все сделаем сегодня, потому что это движение, ну, в принципе, да, в пределах дневного движения, но мы тут доберемся к концу уже вечерки, наверное, в лучшем случае, если, конечно, ничего такого глобального на рынке не произойдет. Поэтому всю эту конструкцию, скорее всего, мы спроецируем с вами вправо на завтра. И там уже посмотрим. Вот, дальше по нашему маленькому тестовому индикатору. Смотрим, что у нас было. С ребятами тоже тестируем. Были у нас, это пятиминутка, индекс РТС, друзья. Значит, у нас был сигнал на шорт. Вот это вот. Тут 300 пунктов мы пробежали, как раз с вершинки. Дальше был еще один сигнал на шорт. Мы становились вот в этом месте на шорт. Но потом его быстренько перебросили на сигнал байт. Поэтому здесь получился у нас маленький минус. И мы перекрыли его сигналом на байт те же самые 300 пунктов. Вот. Но это пока индикатор в режиме тестирования. Вот тоже опционный индикатор. Тоже, в общем-то, работает неплохо. Пока тестим. Дальше. Газпром смотрим, друзья. Хороший отбой, конечно, был вчера от нижнего баланса в уровне. Все здорово, за исключением одного момента. По правилам мы от него не работали. Потому что открывались выше красного, и шли через красный уровень на нижний. Ну, да. Ладно, постояли в стороне, ничего страшного нет. И так было на чем заработать. Так. Сейчас мы на красных балансовых находимся. Тот же принцип, что и на рынке Форекс. Просто туда-сюда болтаемся, болтаемся и болтаемся. Никаких вариантов сегодня пока не вижу. Ну, а если не вижу, то зачем натягивать ежа на глобус? Это не наш метод. Так. Сбербанк. Что Сбербанк? Открывались ниже красного, пробой красного, подход коричневого. Не работаем на отбой по тем же самым соображениям. Но, кстати, как долговой он у нас формируется. Был сформирован. И вот сейчас вы видите шпилькой, мы фактически филигранно его касаемся. Все. Да, на недельке у нас еще был хороший отбой от верхнего баланса уровня. Небольшой потенциал хода, небольшое движение, но что-то здесь взяли. Тоже неплохо. Сегодня можно, кстати, повторить вот этот сценарий. Тоже, если пойдем выше, отбой и небольшая коррекция. Но при этом все-таки долг на 20.98 у нас есть. Его надо как-то будет отрабатывать. Я ждал его, честно говоря, 8 ноября, потом ждал 15, но что-то рынок не хочет отрабатывать. Но, с другой стороны, ничего страшного в этом нет. Вот так. Дальше сишка. А что у нас по сишке? Значит, смотрим. Так, последние наши сигналы по таблице FOB были отработаны хорошо. Да, долгов у нас не осталось. Все в порядке. Сейчас такой широкий флэт. Я смотрел сегодня таблицу FOB, а у нас по ней есть такой слабый-слабый такой сигнал в байт. Ну, возможно, это просто реакция участников рынка на вот этот канал. Подошли к нижней границе канала, ну и они решили затариться немножко на покупку. Ну, а почему нет, кому интересно, тоже может подбежать. Вверху у нас красный балансовый уровень. Вот мы видим. Вот как здесь было. Потому что подойдем к нему, будет какой-то опять флэт, какая-то опять коррекция. Можно, в общем-то, здесь на этом тоже заработать. Балансовый уровень пока далеко, ну и до них, в общем-то, сегодня мы точно не добежим. Да, а так пока слабенький сигнал в байт у нас есть. Так, ну и нефть давайте посмотрим, что нам нефть принесла. Значит, нефть. Так, один сигналчик, в общем-то, я тут закрыл. Здесь небольшие минусы было дело. По второму сигналу, кто остановился, кстати, получил лося. Да, есть такое дело по нефти. Как говорится, получили лося, ну и потихонечку выскочили из рынка. Вот. Я пока еще подержу, но это мои личные, как говорится, хотелки. Вам так делать не нужно. Я пока еще подержу, мне депозит позволяет здесь. Просадка незначительная. Вот. Но при этом мы отработали уровень 64.92. У нас еще есть долг после пробоя балансового уровня позавчера. Вот на отметке 65.61 примерно. Так, сейчас я его отмечу. Друзья, сейчас я его отмечу. Вот так. То есть вот сюда мы ждем возврата. Если сегодня мы касаемся с вами нижнего баланса уровня, хороший вариант на отскок. Дальше. Вот это, кстати, падение хотел тоже сказать. Мы его с ребятами видели. Почему я, допустим, еще удерживаю диспозицию? У меня есть еще некоторые соображения. На новом нашем индикаторе по нефти. По нефти. Вот здесь тоже видно было резкий рывок красной линии. Это шартовых позиций. Мы ее видели. Она сформировалась у нас 20 ноября примерно в 5 часов вечера по Москве. То есть вот это вот движение мы видели. И был еще у нас добор контрактов на движение вниз буквально через час. Все. Вот это мы вот видели. Поэтому я пока этот момент вижу, но его там удерживаю. Так, хорошо. В общем-то по срочному рынку тоже что хотел рассказал, друзья. Если какие-то вопросы есть, могу ответить. Ну и ссылочку я потом скину тоже в чате. На вебинар и на индикатор. Так. Все вроде пока. Спасибо большое за ваш обзор. Виталий Веденский спрашивает. Добрый день. Ваши индикаторы для квика есть? Смотрите, коллеги. Значит, для квика нет индикаторов. Вот. Но я в группе ВК, я ссылочку тоже кину, я каждое утро выкладываю эти уровни в виде таблички по пяти инструментам. Вот. Ну и там еще есть тоже некоторая информация. И ребята, у кого там квик или транзак или что-то еще, они просто эти уровни, ну берут табличку, эти уровни себе вручную наносят каждый день. Ну не совсем удобно, понимаю, но с другой стороны, поэтому тоже можно работать. Ну и кстати, вот тоже хочу сказать, что в принципе любой брокер нашего российского срочного рынка, он имеет в своем арсенале платформу МТ-5. Вот. Причем некоторые брокеры дают ее даже бесплатно. То есть можно спокойно, да, заключить договор и получить эту платформу. Поставить, получить ключи и работать. Пожалуйста. Вот. Мы там сейчас в скайпе с ребятами тестим эти вот новые индикаторы, и народ просто пошел, открыл себе там субсчет или как-то еще. Бесплатно. Получили платформу МТ-5 и работают спокойно. Поэтому сложности в этом нет. Не переживайте, позвоните своему брокеру, просто поинтересуйтесь, как это сделать. Причем вам, может быть, даже из дома выходить никуда не надо. Вам все пришлют. Вот. Такое тоже может быть. За вами придут, да? Понятно. Да. Ну если у вас, конечно, уже открыт счет у этого брокера, да, то, в принципе, повторная явка не обязательно. Да, это понятно, да. Хорошо. Поняли вас, Альберт. Спасибо вам большое за ваш обзор. Очень интересно. Вам хорошего дня и успешной реализации ваших торговых идей. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Спасибо, коллеги. Всего доброго. И попутных нам с вами трендов. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.